Коренной белорус Николай Голосов на заседание Совета по межнациональным отношениям принес свой школьный дневник. 20 пунктов, так, и здесь расписано все, как должен сидеть ученик. И интересно, один из пунктов, при встрече директора или учителя, он должен снять головной убор и поклониться ему. А это современный дневник учащегося из Беларуси, оформленный гербом страны. В нем напечатан гимн, перечислены все государственные праздники. Как из песни «С чего начинается Родина?» с картинки в твоем букваре. А в данном случае из дневника, с картинки, есть тетрадок. В противовес то, что повсеместно продается в брянских канцтоварах. 34 дневника и все вот такой масти. Два дневника только с гербом России. Один из вопросов – роль образовательных учреждений в межнациональном вопросе. Представители диаспор в унисон заявили о важности использования российской символики на таких простых вещах, как школьные тетради и дневники. Оказалось, их чаяния созвучны с планами главы региона. Губернатор утвердил новое оформление тетрадей, которые начнут раздавать брянским первоклассникам с нового года. «Отпечатали тетради с героями Советского Союза и России, уроженцами Брянской области на обложке. Согласовали с ними все их фотографии. Там опубликована краткая их биография, их подвиг. Такая идея, с дневниками это можно сделать для учащихся начальных классов. Давайте мы, я думаю, что губернатор ваше предложение поддержит, мы его внесем». В детских садах Брянска 12% ребятишек – представители различных национальностей. По составу студентов и учащихся брянских вузов и профтехучилищ можно изучать карту Азии и Африки. «Представители стран СНГ – Азербайджан, Беларусь, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, а также стран Азии, Афганистан, Китай, Пакистан, страны Африки – это Бенин, Габон, Гана, Гвинея, Камерун, Конго, Марокко, экваториальная Гвинея, Специалисты от образования помогают иностранным гражданам адаптироваться в новых условиях. С приезжими студентами работают кураторы и психологи. Управление по вопросам миграции ОМВД разъясняет права мигрантов. Всем езжающим в страну раздают памятки, как правильно оформлять документы и становиться на учет. Представитель армянской общины Гарри Нурайан выступил с предложением сделать общедоступными документы о национальном составе всех, кто участвовал в освободительных боях против фашистов в годы Великой Отечественной. В Краеведческом музее или же в музее на партизанской поляне осветить вот эти все данные, чтобы люди, которые бывают в музеях, чтобы видели, что на самом деле наши отцы и деды плечом к плечу квали вот эту победу, защищали нашу Родину. В числе инициатив к этнографическим маршрутам региона добавить музей истории Холокоста и составить маршрут по местам гонений на евреев на Брянщине. Все предложения представителей диаспор будут проработаны профильными департаментами. Александра Седачева, Анатолий Чекригин. События. Брянск.